Я буду рассказывать про великую стерео информацию про интермод-3, и если я успею даже и так повезет, что я все быстро расскажу, то, может быть, мы еще успеем поговорить про пример кольца главных идеалов, которые неряются Эвклидовым, но это уже дополнительное что-то. Значит, сейчас я потрачу 5 минут на то, чтобы рассказать общую идею, и дальше, как бы, идея вообще на самом деле простая довольно сама по себе, но, к сожалению, из-за разных проблем она технически трудно реализуемая, поэтому из-за этой техники нужно потратить больше времени на ее доказательства. Я сначала напомню, как строится рассуждение для Пифагоровых троек. То есть на некоторых семинарах это разбирали, может быть, там некоторых еще не совсем успели, но я быстро, кажется, напомню, что если вот вы хотите, значит, вы хотите, например, описать Пифагоровые троеки. Вот эти троеки с помощью целых гауссовых чисел я сейчас опишу, как это делается, и мы поймем, что вот при решении кубического уравнения получаются те же самые проблемы. Значит, мы говорим следующее. У нас есть, мы хотим, кстати, Пифагоровые троеки. Значит, первый шаг. Мы можем считать, что эти АВС парно-заимно просты. Ну, вообще говоря, можно сократить на общем множестве или считать, что они в совокупности взаимно просты. Но понятно, что совокупность взаимно простота, она равносильна тому, что они попарно-заимно просты, потому что если у вас какие-то два числа имеют общий делитель, то и третье число тоже имеет общий делитель, поэтому эти два условия равносильны. Итак, мы можем считать, что они попарно-заимно просты. После этого мы смотрим на целые гауссовые числа, записываем левую часть как А умножить на плюс Б на А минус Б и А равно С в квадрате. И мы хотим сказать, что если бы эти числа А плюс Б и А минус Б и они были взаимно-заимно просты, тогда бы каждый из них был квадратом, и используя то, что, значит, одно из них квадрат числа, а другой квадрат его сопряжения, мы можем описать, как выглядят Пифагорова тройки. Значит, следующий шаг. Значит, какие-то есть проблемы. Во-первых, нужно проверять, что А плюс Б и А и А минус Б и А, они взаимно-заимно просты. И это вообще, говоря, не очевидно, потому что там их нот, по идее, не обязательно равен одиннице, но можно его так посчитать. Значит, можно написать, сложить эти два числа, то есть нот А и Б равен ноту А и А плюс Б, поэтому тут можно написать что-то вроде суммы этих чисел, то есть 2А. Так как А и Б взаимно-заимно просто, то можно А убрать, и получится, что нот этих двух чисел, он является делителем двойки. А у двойки есть какие делители? Это только либо 2, либо 1 плюс И, либо 1. Ну и дальше можно, путем отбора случаев, понять, что двойка не может быть делителем, потому что у вас А и Б взаимно-заимно просты, значит, если бы двойка, А и Б плюс Б и делился бы на 2, то А и Б делился бы на 2. А один плюс И тоже, на самом деле, не может быть делителем, потому что тогда бы там С было четное, и тут с четностью были бы проблемы. Ну и, значит, остается только единичка, и поэтому действительно у нас получается, что эти два числа являются квадратами. Ну а тут появляется вторая проблема, потому что они не совсем квадраты. Ну, почему они не совсем квадраты? Потому что если вы разрушите на простые совмножители, все простые будут различны, потому что числа Z на простые, поэтому каждый простой входит в счетной степени в Z в квадрате, значит, он входит в счетной степени в этих совмножителей. Но тут другая проблема возникает, потому что на самом деле они не совсем Z в квадрате, а Z в квадрате на какой-то обратимый элемент и от обратимый элемент может быть плюс-минус 11 плюс-минус и ну и значит а минус бы это вот у сопряженной назад сраженный квадрат но в принципе это не очень страшно потому что ну если вас плюс-минус и написан то вы просто это вносится знаком минус z вы можете за это множество и получить то же самое вот мыслиться тоже не очень страшно то есть принципе это проходится и дальше вы получаете что у вас там это это число примерно квадрат и c в квадрате это получается там запряженной в квадрате то есть cc это за это запряженная то есть это модуль это в квадрате дальше выписываете модули там путать классификацию вас есть две проблемы до первая проблема в том что со множители не обязательно за на просты и второе что тут возникает какие-то братьям элементы теперь давайте попробую просто то же самое проделать просто вот в лоб как будто я ничего не знаю проделал то же самое для кубического уравнения и посмотреть с чем у меня возникла сложность я хочу пытаться понять если нетривиальное решение у такого уравнения значит нетривиальное решение означает что какое них стригетизм равном нулю смотрим значит опять же во первых если у них есть общий делитель у всех троих чисел ты можешь сократить если все три числа делится какое-то простое число целом можно сократить ну то что там она входит в кубе началось сказать пути к меньшему со множители поэтому можно считать что они все вопарно взаимопросты но все в совокупности зоны просты а это относительно тому что они вопарно взаимопросты еще одно замечание которое вы используете дальнейшем честно не очень важно но то что я в принципе могу заменять x на и минус x и век на минус y и на самом деле с помощью таких замен я могу получать решение уравнение в которых у меня написано здесь любые знаки то есть на самом деле если такое решение не тролише не такого уравнения то же самое что интерьер решение уравнения плюс минус x кубе плюс минус y кубе плюс минус x кубе равно нулю то есть в этом смысле z ничем не отличается от отца игрека и я могу из этих трех чисел любое отправить на право если захочу но это мой выбор то есть на самом деле симметрично я могу их менять местами если не потребуется но это сейчас не очень важно и шпан логи с этим я хочу разложить и скульпи с игре кубе нас а множители как я уже говорил на лекция это можно сделать числах из штейна это будет выглядеть вот так x плюс y на x плюс омега y на x плюс омега в квадрате y равно в клубе так надо ли пояснять эту формулу или все помнят убираться нормально этот ниже тут пояснить на значит еще раз я я стартую с равенства смотрите f кубе минус 1 равно ты минус 1 на ты минус омега на ты минус омега в квадрате с этим растет наверное проблем нет да теперь я могу ты заменить на минус ты ну и значит все заменить на плюс потом я вместо ты поставляю их дить на y получаю вот такое равенство то есть x на 1 равной x на x кубе на 3 кубе плюс 1 равно x на и плюс 1 x на и плюс омега x на и плюс омега в квадрате а потом я просто уважаю на игре кубе получаю то что написано то есть x кубе с игре кубе равно x плюс омега напомню что это корень кубе с которой неравен единица собственно то что то с чем мы помочь чем устроим числа из нштейна смотрите если вы вот пологе с этим если бы у меня эти числа были парназменно просты если то иначе страны единицы то есть у них нет общих общих простых со множеств и значит каждый из них является кубом а а теперь я могу сделать следующее а у меня кроме такого равенства есть еще такое другой хитрое равенство сейчас я тоже не пишу не скажешь не понимаете или нет вот я сейчас возьму такую сумму x плюс y плюс омега на x плюс омега y плюс омега в квадрате на x плюс омега в квадрате y иначе чему это равно я наверно выписывал какой-то лекции да это равно нулю почему ну потому что при x коэффициент и 1 плюс омега плюс омега в квадрате это ноль а при игреке это будет 1 плюс омега в квадрате то есть тоже надо вот если вы смотрите если у меня каждый этих чисел является кубом то есть это там типа с 0 кубе это игрек 0 в кубе это за 1 кубе то я получил примерно такое же равнение которое было вначале но с меньшими тройкой с меньшей тройкой то есть еще раз у меня была тройка чисел который является решениями данного сравнения это который с решением такого уравнения допустим я говорю что я вырешаю в числах из-за что я говорю что я есть чисто решение решение то и в целом тоже нет решений дальше исчиска решетом бросать такое равенство если бы эти штуки были за на простыми то я могу сказать что это кубы и дальше получить их вытренную комбинацию которую 0 тут возникают сложности какие сложности во первых ну вот они во-первых они кубу с точки до обратимого элемента и во вторых тут еще возникает обратим элементы то есть я формально должен смотреть на такое уравнение а на какое-то уравнение в духе rx x кубе плюс r y и реку плюс rz в кубе где rx r y rz это обратимые элементы то мне нужно вместо такого равны работать более общее сравнение более хорошо равнение где тут уже какие-то предвольно обратим элементы во первых потому что здесь возникает обратимый менеды в разглажение то здесь будет какой-то коэффициент гами 0 и о вторых я еще добавляю обратимые элементы уммигами у вквар аетеки дополнительно ну как здесь вот у нас здесь могли бы эти такие проблемы 10 тоже возникают то есть это первая проблема которая возникает есть ничего сделать 2 проблема стоит о том что на самом деле тут не единица стоит и И тут, как и здесь, могут быть разные варианты, но в отличие от случая степени 2, здесь все становится хуже, с другой стороны лучше. Хуже стоит в том, что здесь всегда один и тот же вариант, но он не единица. И поэтому приходится с этим дополнительно возиться. То есть на самом деле верно будет такое утверждение, что нот этих трех чисел всегда одинаков и равен конкретно числу, которое будет 1 минус 0. И теперь мне нужно еще с этим бороться здесь, вычислять в 1 минус 0, и что с кем делать. То есть из-за этих двух сложностей, из-за того, что здесь нот не единица, из-за того, что здесь находятся противоэлементы, утверждение из более-менее простого превращается в некую техническую морозу. Ну а теперь давайте вот мы это будем держать в голове. И дальше я просто буду пытаться, значит, сейчас я буду пытаться выписывать некоторые свойства чисел Эйнштейна, свойства для купола в числах Эйнштейна, так, чтобы... Зачем мне нужно? Чтобы, во-первых, бороться с вот этими обративами. То есть я буду доказывать, что если у меня вот такое равенство верно, то на самом деле я могу сказать, что я могу Rx всегда заметить на единицу, потому что я могу от одного обратива избавиться, потому что он обратный. Но на самом деле верно утверждение, что если вот такое равенство верно, то я могу еще от одного обратива тоже избавиться. И тоже это будет какое-то утверждение, которое нужно будет доказать с помощью числа Эйнштейна, вот что-то с ним поделать. Вот. Окей, ну вот это была подготовка. Давайте сразу буду говорить какие-то строгие утверждения. То есть вот мы работаем числом Эйнштейна. Я напомню, что, значит, на всякий случай выпишу. Обратимые элементы это числа с нормой 1, то есть плюс-минус 1, плюс-минус оминга и плюс-минус оминга в квадрате. Первое утверждение, которое мне понадобится, значит, раз и навсегда мы введем такой специальный элемент лямбда, который равен 1 минус оминга. Что про него хочется сказать? Во-первых, он неразложимый элемент. Это почему? А какая у меня норма? Значит, норма числа А плюс Б оминга это А в квадрате плюс Б в квадрате минус АБ. Тут получается 1 плюс 1 плюс 1, то есть 3. Это простое число, то есть он не разложил. Ну, в данном случае даже нам также потребуется свойство, что лямбда ассоциирована с лямбдой сопряженным. Это вообще можно поверить? Сейчас давайте нарисуем. Ну, понимаете, я специально вам раздал листочки, потому что у вас на листочке нарисована нормальная сетка, а не так, которая у меня сейчас будет нарисована на доске. У меня на доске все будет криво и некрасиво, а у вас листочка все будет красиво, приятно, там будет большая сетка с большими числами. У меня будет что-то, какое-то подобие сетки, решетки. А, сейчас я попробую. Ага, ну ладно. Тут нет, что-то умело. Но я попробую нарисовать. Значит, смотрите. Вот у нас есть 0, вот у нас есть единица, вот у нас есть омега, вот кружочками я отметил обратимые элементы. Значит, 1 и у соника где у нас? Это вот это вот, да? Ну, а 1 плюс омега, сейчас, я сопряженный к ним, это что будет? Это вот, вот эта вот штука. Ну и видно, что, извините, ну видно, что тут что они отличаются поворотом на как раз 50 градусов, Не видно. Ну да. Ну в смысле, сопряжение, чистое же штырное сопряжение и комплексное одно и то же, и понятно, что у нас тут 30 градусов, и тут будет 60. Ну, можно домножить 1 минус омега на что? Множить на это число. Ну, на 1 минус омега намножим, получим 1 минус омега в квадрате. Ну, как раз то, что вы хотели. Как раз омега и омега в квадрате сопряжены, поэтому все в порядке. Правильно? Окей. Значит, лямбда, оно ассоциировано с лямбдой сопряженным, поэтому в частности, у меня будет верно, что лямбда в квадрате ассоциирована с тройкой, а там, например, лямбда четвертая будет ассоциирована с девяткой. Это важно для дальнейшего. Ну, 3 это лямбда, наверное, сопряженная, поэтому, так как лямбда ассоциирована с лямбда сопряженным, то лямбда в квадрате ассоциирована с лямбда дальнейшим сопряженным, то есть с тройкой. Значит, в первую очередь, я хочу доказать, что вот если возьмете число x и возьмете его в куб, то если у вас x не делилось на лямбда, то куб будет давать остаток по модулю 9 плюс минус 1. Значит, если x не делится на лямбда, то x кубе сравним с плюс-минус единицей по модулю 9. Из этого равенства будет автоматически следовать, ну, это я так забегаю вперед немножко, что вот в такой сумме, если возьмете по модулю 9, у вас получится плюс-минус единицей если у вас одно число не делится на лямбда, то получится лажа, потому что у вас тут описано три четных числа, поэтому у вас обязательно какой-то из них делится на лямбда. Как мы это доказываем? Смотрите, значит, я, там вот нарисована картинка, я пробую сейчас трясовать. То есть, во-первых, я скажу, что если возьмете, если x не делится на лямбда, то x сравним с обратимым элементом по модулю 3, где r лежит z до небеса звездочек. Можно, в принципе, это алгебрически доказательное, я предпочитаю геометрические картинки. Вот у вас там она нарисована. Вот мы берем, значит, смотрите, я беру 0, рисую все числа, которые находятся, отличаются на обратимые от 0. Потом я возьму, нарисую тройку, значит, вот у меня здесь двойка, здесь тройка. И я нарисую тут такую кружочек, это бы чисто, которая сейчас от тройки на обратимый элемент. Ну, если я такую картинку нарисую, и она у вас нарисована в листочке, то там по картинке видно, что все, что не покрыто, это то, что число, которое делится на лямбда. Вот. Ну, если вам, конечно, что-то не нравится, то я могу, так, эта геометрическая картинка там нарисована, но чисто алгебраически, есть такое утверждение, которое, ну, смотрите, если вы возьмете евклидовое кольцо и возьмете элемент с минимальной нормой, которая больше единицы, то все остатки по модулю этой нормы они обратимы. Ну, есть такое, давайте я так напишу, утверждение. Такое, упражнение. Если кайф-клидовое кольцо кольцо, а z из k элемент с минимальной нормой больше единицы, то z не разложим, остатки по модулю z обратимы. Ну, вроде это очевидно утверждение, правда? нормы это нормы, нормы это нормы, деплипликативные? Нет. А, на смысле, да, но нормы деплипликативные. Сейчас. не, не нужна быть. Ну, если бы z был разложим, то он представляется, как произведение каких-то со множителей, значит, ну, нужно, чтобы у вас все обратимые имели норму 1, вот что надо. если у вас все обратимые имеют норму 1, то если элемент не разложим, если он представляется в виде произведения, если он разложим и произведение двух со множителей, то какого-то со множителя нормы должны быть поменьше, ну, значит, поменьше, то есть меньше нормы только обратимые. Опять же, остатки по модулю z могут быть только обратимыми, потому что остатки имеют меньшую норму, а если это имеется минимальной нормы, то все остатки имеют норму меньше, значит, они обратимы. Ну, как здесь у вас, выберете лямбда. значит если здесь солянду разделим антоси соски вот без от обратим а нам нужно по модуле 3 обратим что были но это надо еще немножко подумать короче я доказал что повод лед лямда не обратим а ну что могли трени были против и поэтому надо еще немножко поделать но в общем это можно доделать и картинка я думаю вам поможет так поверили в это им нужно но я говорю что можете по своей игры может стать на картинку так вот там нарисовано прям давайте я это допущу это вы докажете ладно значит если это правда то ну то есть x равно 3 у плюс 3 тогда возьмем возьмем куб на что мы получим смотрите 27 кубе плюс 9 на 3 в квадрате на r плюс 3 на 3 на у на r плюс р кубе правда по модуле 9 что останется но это действие действительно здесь надеюсь что это сравнимо с р-клубе по модуле 9 но любой куб обратим элемент в кубе это плюс минус 1 будет потому что у вас три элемента дают 1 в кубе и три элемента дают минус 1 в кубе будет в кубе минус 1 поэтому это то же самое что плюс минус единицы по модуле 9 окей значит вывод отсюда такой следовательно если выполнено вот такое равенство если сумма трех чисел зельштейна плюс минус плюс минус трех сумму трех чисел населенного нулю значит xyz делится на лямбда то есть почему так берем все по модуле 9 если мне один из них не делится на лямбда берем по модуле 9 получаем если нет то xyz не делится на лямбда по модуле 9 получаем такое равенство ну получается сумма трех нечетных чисел равно нулю такого не может быть потому что по модуле 9 у вас нет и не бывает здесь вот ну то что больше не можем мы не можем больше сказать что если нет для адреса на тройкой лямбда делит тройку для нас только лямбда сопряженной тройка это тройка получается как произведение их она разложим элемент поэтому нам приходится брать как там в прошлом просто раз там было два и один плюс и здесь то же самое здесь 3 и 1 минус омега окей значит мы получили что по крайней мере точно один из них делится на лямбда но это уже неплохо но так конец пара на запросы то ровно один делится на лямбда но давайте будем считать без ограничения общей что это z мы их можем менять как угодно поэтому давайте будем считать что у нас z делится на лямбда значит и так ну то есть утверждение которое значит будем считать что z делится на лямбда тогда если я напишу равенство x кубер и куберам z в кубе то у меня сумма кубов x кубе делится на лямбда тогда хотя бы один из этих со множителей x плюс y и x плюс омега и x плюс омега в квадрате y делится на лямбда так у меня я могу заменять y на омега и на омега в квадрате y поскольку кубы этих числа совпадают я буду считать что z плюс y делится на лямбда но на самом деле это конечно не важно будет ну и без ограничения общности но я хочу сказать что если одно из этих делится на лямбда то все другие тоже делятся на лямбда потому что x плюс омега y это x плюс y плюс что плюс омега в квадрате y это x плюс y плюс омега в квадрате минус 1y правильно но то что сверху написано это минус лямбда y а то что и за написано это минус лямбда 0 на что на равен сопряженной то есть если это делится на лямбда эти тоже делится на лямбда более сложно более серьезный день такое утверждение значит нот этих чисел в точности равен лямбда то есть у них действительно лямбда общий со множитель но другого со множителя в них общего нет доказательства но это например опять же без ограничения общности можно ли только первое потому что они отличаются только тем какой коэффициент при игре к они взаимозаменяемы все ну возьмем вот такой например значит у них нот равен чему так я могу написать оставить слева эти секции с игрек а справа напишу разность разность у меня равна например один из игрек один из омега на игрек то есть лямбда и отравить все нотариное замена проявление все просто ну а у нас если войны просты у них нет таких общих возможностей а там соответственно любит ли они просто равна лямбда ну аналогично можно делать остальными я не буду выписывать ну в общем там ничего нового не происходит окей значит смотрите что мы делаем мы сказали уже что начать давайте я еще расскажу мы сказали чтобы решаем вот сравнение вот такого вида плюс минус их скульптинг губится на задку и равно нулю в чисто хазерштейна если такой раз выполнен всегда один из них делится на лямда допустим это z и тогда у меня получается что за делится на лямда а если рассмотрю x плюс y то он тоже будет делиться на лямда и вот эти числа же делится на лямда и причем их нос точно равен лямда вот чтобы на это не знаю я примерно поборол сейчас проблему с тем что меня он не равен единицы потому что ну как бы если вот у меня есть такое произведение и она рано z в кубе то у вас лямда входит ну как бы вот эта штука входит лямда степени 3k ну а у этих нот лямда поэтому в какой-то из них лямда входит большой степени типа 3k минус 1 плюс 1 ну еще в эти входит лямда но в большей степени не входит потому что у них нот равен лямда и не больше поэтому в принципе когда я такое напишу если я напишу какую-то сумму то потом на лямда может сократить поэтому эту проблему я победил и осталась проблема с сообразимостью то есть я хочу теперь перейти вот такого уравнения к уравнению более общего вида а именно посмотреть что на самом деле если выполнено вот самое главное который который с нас доказать такое если выполнено равенстве rx на x кубе плюс и рыбик на игре в кубе плюс rz назад в кубе равно нулю где rx и y rz обратимы и при этом за делится на лямда ну а значит x и взаимно значит попарно взаимно просто за делится на лямда то на самом деле у меня можно считать что rx равно и рыбик ну или можно их делать равными единицы понятно то что можно множество их обратной то есть вот это самое сложное утверждение которое мне осталось потому что после этого я смогу уже перейти вот такого уравнения у меня справа будет какая-то бяка но это не страшно потому что я все равно стоящие до противных элементов мне важно что здесь именно коэффициент и поединиться потому что только тогда я могу разобрать сумму кубов иначе у меня не получится ну там на самом деле мне приснился достаточно давайте напишу потому что там с точки до знака все на вашем вот это самое сложное что не осталось и тут нужно быть вторая картинка тоже даже нарисовать я смогу но вот она нарисована вас на картинке слева печать плохая в пдф будет красивый цветной листочек можно будет его вешать на стенку но сейчас пока к сожалению там не работает но смотрите начать я хочу доказать вот такой факт что если у меня такое равенство выполнены причем эти все элементы обратим это у меня обязательно рэкс равно плюс минусы ну тут есть два случая первый случай когда у вас значит давайте напишу значит в клубе делится на лямбда значит за клубе делится на лямбда в степени 3к то есть лямбда входит какой-то большой степени лямбда за скупированную лямбда 3к на какое-то число за с волной такое что за словами на лямбда не делится и есть случаи такие если как первый случай к больше либо на 2 тогда в клубе у меня делится на лямбда в 4 а это ассоциировано с девяткой берем все по модулю 9 получится такое равенство плюс минус rx плюс минус рыгрик плюс минус 0 и равно нулю откуда rx равно плюс минус рыгрик и остался неприятный случай когда к равна единица так вы еще со мной или я уже вылетел нормально очка равна единица у нас тут для вновку беседит и когда я возьму по модулю 9 у меня будет написано примерно такое плюс минус рыгрик плюс минус рыгрик плюс минус rz на лямбда в кубе равно нулю и это нравится в принципе никогда невозможно по модулю 9 потому что у вас и рыс и рыгрик это что-то вокруг нуля болтается оленда в кубе по модулю равно примерно 5 но вот вы можете там это ужасно вот можете посмотреть на картинке там нарисованы точки точки вот черная которая делится на 9 а там еще есть такие блеклые блеклые точки которых вообще нифига не видно это лямбда в кубе и видно на картинке что у вас число которое делится на лямбда в кубе но но под этим кубе но не делится на все то есть не делится на 9 они находятся очень далеко от точек который делится на 9 вы не можете за два шага . который делится на 9 дойти до числа кто действует в кубе потому что это по модулю 5 а это все по модулю меньше 1 поэтому это все в сумме не больше чем модуль 2 вот понятно ничего не понятно смотрите на картинку на картинке нарисовано вот есть точки с двумя кружочками точки тоже делится на 9 кружочки это я иду сначала я схожу на один обратимый а потом другой обратимый а там еще есть такие в центре такие блеклые точки которые прозрачные которых не видно а ты . который делится на это просто . который салендов в кубе вот они по модулю 5 я хочу сказать что вот как бы просто посмотреть по модулю получается что это модулю помогли 5 это помогли примерно 1 это помогли 1 поэтому сумме будет ноль быть не может это одно и то же мы здесь на лябда в кубе они ассоции как бы тоже листы ручку на весь нам кубе действительно в кубе точно одно и то же но здесь на котором действия в кубе надеюсь на 4 они бросают такую как вы рисуете одну решетку выкидывать другую решетку и вот они находятся вот на очень далеком расстоянии от точек который делится на 9 но и вы решите берете помогли 9 считаете по 0 9 у вас эта штука 5 это 1 это 1 но в одну сторону будете у вас будет по 0 3 в другую модуль 7 до 9 в принципе никогда не дойдете никто не в другую сторону ну поэтому вот не можете этот вы будут людей вы не можете дойти до нуля таким способом поэтому к случаях 1 1 выбрасывается остается только случаях 1 2 в случае корону допом у людей все работает нет еще раз я тут выру по буду 9 и говорю что смотрите тут вам удалить происходит следующее вы отошли от числа помогли отца для еще надеть на rx а потом еще на ир игрек и попали обратно в ноль это могло быть только в том случае если вы прошли туда и обратно потому и тому же направлении ну и там так то плюс минус написан тот тоже плюс минус и они просто равны как ну если я не буду людей то они так равны потому что ты король нет у вас не может быть число кто делится на 9 числа которые здесь на 9 они большие по норме там поэтому убедил да хорошо то есть из-за этого утверждения следует что мы доказали почему доказали на самом деле следствие что если у нас выполнено вот такое равенство если выполнено равенство r и ир истинку и плюс ржет на р в кубе на z на z в кубе равно лю где x значит где z делится на лямбда числа x и yz попарно и я могу считать что rx равно плюс минус эрик поэтому могу считать что это сводится к уравнению x кубе плюс игре кубе равно какое-то обратимая r на z кубе сводится к уравнению то есть если это решение вот таких уравнений есть нет решений уравнений из купе свирь кубе равно обратимый на за кубе за скупе где-то делится на лямбда в квадрате то и в общем случае таких решений нет но сейчас увидите ну может быть будущем ушки не понадобится ночью наверно нет что 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 да да но я говоришь из этой недели ну у меня я хочу сказать что здесь разложение к большим двойки наверное может не понадобится но бог с вами я не пишу и ну как бы я не пишу есть минус потому что есть так уровень и нет то есть минусом тоже нет потому что ему будет на минус игрек заменить в любом случае поэтому ну я могу безменно писать неважно не наверно метр не понадобится на посмотрим окей где там уже лямбда вынесена из-за клубе видите там вынесена рядом максимальной степени за в кубе поэтому да да ну да я просто как бы тут я не заботюсь о том чтобы полностью соответствовать листочку поэтому как бы если что вы можете там то есть в листочке тоже все правильно написано просто может быть они будут немножко другие обозначения не думаю что это прям так страшно ну хорошо ну то есть главное что вы должны запомнить что как бы если у меня написано что-то против и на куплю что-то против и на куплю что-то против и на куб то я на самом деле могу это уравнение свести к такому где коэффициенты при тех кубах который не стоит для мда не одинаковых ну значит пусть у меня теперь утверждение вот собственно теперь мы делаем спуск пусть у меня но это неважно я могу если 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 такого решения у такого решения нет то вот такого решения тоже нет то что губы и резинить на минус игрек это неважно я могу тут плюс-минус написать это не курортными не станут я заменил значит смотрите пусть у меня x y z такая тройка чисел что на счет искупить кубе равно r 0 степени 3k на z в кубе значит вот есть есть такие для трех числа цивилизат верного такое равенство где r обратим x y z попарно взаимно простые камня почву к минимальная из всех возможных таких решений к минимальная из всех таких решений я беру все числа которые вот все такие тройки x y z для которых верно вот такое равенство из них выбираю такое решение при котором у лям до минимальной степени ну как мы знаем она больше на двойке но нет мы посмотрим окей вот я взял такую тройку я что буду доказывать что дается такая же тройка но у которой степень явно поменьше тогда найдутся такие числа их 0 y 0 и 0 такие что сумма их кубов сумма x 0 и 0 равна там r 0 на лямбле степени 3k минус 1 на z 0 в кубе тоже такая тройка откуда я получу противоречия который будет доказать что таких решений вообще не существует потому что я взял минимальный нашел тройку с которой степени поменьше доказательства значит вот сейчас мы сейчас собираем все что мы изучили все что мы получили и просто вот в лоб все делаем повторяем еще раз пусть у нас и такое равенство есть тогда как я уже писал x плюс y на x плюс омега y на x плюс омега в квадрате y это значит r на лямбда в 3каты надо в кубе произведение делится на лямбда значит по вот этому утверждению но до этих чисел но да вот эти со множители они равны лямбда это означает что с точностью до замены y омега y омега в квадрате y у меня выполнено следующее что x плюс y это какой-то rx на x 0 в кубе на лямбда где rx обратим x плюс омега y равно r y на y 0 в кубе тоже на лямбда и плюс омега в квадрате y равно rz на z 0 в кубе умножить на лямбда на лямбда в 3к минус первой степени rx и рикозят обратимы но x 0 y 0 зато какие-то числа почему это могу делать но потому что я как бы раскладываю на неразложимые ну с бревенства теремии в петике у меня справа все простые в кубах эти числа имеют общим детям только лямбда поэтому все остальные простые у них будут разные поэтому я просто беру те простых проходит x y x y они ходят в все степени для 6 на 3 ну и так для каждого числа а лямбда у меня отдельно написано потому что у меня расходах равен лямбда лямбда входит только в два из них степени 1 и в одной из них степени 3 ну в степени оставшись ok такая тройка значит вот написали так но теперь мы используем наше равенство то есть пишем что значит x плюс y плюс омега на x плюс у и по и по их смыслами на фигуре на лямбда плюс омега в квадрате на rz на z0 в кубе на лямбда на лямбда степени 3 к минус 1 это равно нулю но все значит я теперь сокращаю на лямбда собираю обратимые в кучку получаю какие-то новые обратимые с волнами получаю такое равенство x rx на f0 в кубе плюс ry с волной на y0 в кубе плюс rz с волной на z0 в кубе на лямбда степени 3 к минус 1 равно нулю ну теперь могу за это перенести на право ну применить вот это утверждение значит x0 y0 у меня взаимно просто потому что у меня вот эти два числа x плюс y и x плюс омега близны просто но не было у него мод лямбда но я на него разделил поэтому эти численно просто их кубы просто начали сами просто все числа попарно зену простые x0 и 0 0 0 ну вот зато в кубе на лямбда степень при комиссии делится на лямбда все еще потому что у меня там к больше но двойки но эти числа обратимы значит я могу считаю начать следующее рэкс равно плюс минус рыдик значит я могу воров на обратимое получить такое равенство x0 y0 может быть заменив y0 на минус y0 равно какой-то r с волной вот этот 0 кубе на лямбда степень при комиссии ну вот я получил меньше решения отсюда получается что лисит у нас есть вот нет спуска работает и мы действительно можем уменьшить лямбда на единичку так еще раз значит давайте все быстро скажу еще значит вы разложили кубы так вот этих попарных попарные нот равен лямбда то какое-то число делится на 1 степени какой-то лямбда в оставшейся степени я вот это будет теперь последнее число и могу заметить икономики икономики в квадрате y это не поменяет мне вот это уравнение дальше я использую то что или не комбинации их с обратимыми элементами равно нулю на члене комбинации вот этих штук с обратимыми элементами равно нулю а теперь во-первых сокращаю на лямбда во вторых все обратимые пишу вместе получаю что у меня есть ли на комбинации x0 кубе из окном кубе с какими-то обратимыми которые равно нулю ну и дальше я применяю утверждение которое у меня уже было что в таком случае я могу я считаю что у меня там помогли 9 смотрю на числа получаю что rx равно плюс минус рыбак с волной и значит я могу домножить на обратное к нему все это убрать и оставить здесь просто x0 и y0 а вправо перенести все что осталось вот обратка это остаток обратимые р с волной но и тут будет куб за 0 на даму меньше степени то есть я получил решение сравнение с меньшей степенью лямбда ну значит если я взял минимальное то получается противоречит значит такого решение у каких такой строки решение нет так какие есть вопросы или вы уже убиты да сейчас уже до 1 строчка получается смотрите там написано следующее один плюс вами капуста не будут подраться на x плюс один плюс номер в квадрате в сумме к четвертый на y но виду черт этого мига поэтому тут написано и тоже а это что кроме нулю просто я просто я понимаю что вы как бы уже ничего не соображаете сам уже ничего не соображает так что ничего страшного но ты сигару главной 5 идею вот это все это как техника она как бы завязана на том что нам придется приходится возиться с вот этими противными остатками их как бы убивать то есть нам нужно самое ключевое утверждение что вот в в таком в таком равенстве можно сделать так что эти два остатка одинаковы то есть все две два обратимых элемента одинаковы а вот и посуд а по остальному просто как бы говорить что-то кубы их и на кабинация 0 и вот получается что решение так еще есть вопросы все все убито если тройку зубить то что-нибудь но смотрите тут как бы есть разные фокусы как бы но основная проблема стоит в том что у вас в общем случае вас будет тут не три слагаемых да и как вычего быть делать ну для корня седьмой степени ну там просто есть некоторые посты числа для которых можно что-то сделать несмотря на то что вот ну похоже штуки нет но каким трюками можно добиться но как бы ну блядь и как и вот как я сделал я вот там честно пытался прочитать какие-нибудь простые доказательства можно как-то рассказать но я как бы не нашел то есть там есть какие-то свойства как бы если трюк связаны спроса целыми числами в принципе такое в принципе тут брат искупать или губернат в кубе в принципе можно использовать и просто целые числа и там есть хоть трюк который тоже помогает получить ответ может быть даже проще но похоже решение конечно проходит для пятерки для семерки насколько я знаю но она там еще более жуткая я не хочу чтобы говорить вот так в общем я уже говорил что там вся проблема если в том что кодумент у вас как состоится не факториальными там вообще все плохо так что тут вот так ну смотрите собраться нет тут не осталось еще 20 минут я сейчас быстро приду пример когда главных идеалов которые не эвклидова и вот можно будет спокойно как-то отходить еще сначала субботу у кого-то субботу занятия не сможете дойти ну ладно но туда же будет больше геометрии чем алгебра в некотором смысле она сначала будет простой трюк гибридический а потом будет как сказать сложный трюк геометрический мы сейчас посмотрим я хочу сейчас доказать что если возьму заряд и добавлю один плюс корень с 19 и пополам то это кольцо главных идеалов но не эвклидово кольцо 19 сначала бы такая что он не эвклидова но я сейчас буду делать трюк который конечно нельзя было делать то что я еще на лекции не прошел но сейчас но это не только что сложно так скажите мне вот вот это вот число будем изучать через альфа корнем какого многочтен он является задача конечно не до суден от второго курса слишком сложно если в адресу пласть такой спустил наверно посчитали сейчас странно уже не можете да но сумма его и сопряженно она равна единицам скажу а произведение его сопряженного можете посчитать наверное это будет еще одна четвертая минус когда плюс 19 четвертых да то есть 5 поэтому данная альфа является корнем многочлена значит нас верно что альфа квадрате минус альфа и плюс 5 равно 0 правильно согласно даже можно проверить поставить форму лекарников но некоторые знаете чистый сенанты проверю что это правда но пусть он она эвклидова пусть существует норма такая честная норма там и z вот из этого кольцака нет с этим целые числа такой что там выполнено что на тобой больше норма и здесь остатком возьмем не поверите число с минимальной нормой не единичкой активно стать обратим элементы здесь есть ну да это значит на самом деле легко проверить вы можете ну у нас как бы есть псевдо норма до сайна с волной которая как обычно равна за это запряженная и как бы то есть норма норма числа за тормоза запряженная она все еще понимать целое значение потому что если возьмете там а плюс бальфа на а минус бальфа ну а плюс бальфа запряженная то у вас получится там какой-то ну там понятно будет а в квадрате плюс а б на сумму то есть минус а б и плюс 5 в квадрате да правильно вот это будет все еще положительное число и все еще на снова единицы будет только два элемента плюс минус 1 поэтому к со звездочкой это плюс минус единица значит берем пусть x элемент к с минимальной нормой до элемент к без кота звездочкой с минимальной нормой я утверждаю что в остатки на x может быть только 0 или обратим элемент тогда любой за это ска он либо сравним по модуль ерли в модуль 0 модуль икс либо старший бы с нулем по модуль икс вера братины то есть минус единицы нулем по модуль икс верьте ну потому что остаток это остаток у него нормам поменьше 3 мест у него не норма инру по меньше настолько может быть максимум 0 и обратимых может быть даже тому с него не умеем норма 0 хотя это конечно бред нож по крайней мере точно у нас больше быть не может но теперь самый интересный вопрос как вы думаете сколько элементов находится фактор кольце к по идеалу порожденному элементом x сколько тут может быть элемент не больше трех да ну два или три правильно один не может быть потому что если один то он совпадает всем идеалам значит их собрать им поэтому либо два либо три ну теперь трюк берем альфа еще нас альфа соответствует какой-то вот левость между класс по модуль икс правильно верите ли вы что если альфа являлся корнем такого уравнения то для класса альфа тоже быть верно то есть если у нас альфа квадрате минус альфа плюс 5 равно нулю то и для смежного класса это верно ну вот но к сожалению у вас колец из двух из трех элементов есть только задавая за три на в этих полях у такого многочлена корней нет но у вас немножко я вяжь что может быть сейчас что выглядит как бы колец двух элементов только 0-1 из трех элементов поверьте мне что у вас еще кроме за три быть не может задавая за три такой многочлен корней не имеет потому что но за два единичка не подходит за три единичка не подходит вы кто же не подходит значит ничего такого не может значит каньев критово кольцо обидно как дурацкое доказательство да страшно да на своей вере хорошо верите ли вы что если я возьму альфа и возьму его свежий класс фактор кольца то от него был верно вот такое раз и верите ну хорошо но это фактор кольцо но либо за два либо за три если это правда то тогда это должен быть кое-то остатку мудрю 3 для которого это верно таких остатков не существует вы как бы 0 подставляете не получается ничку не получается мудрю 2 мудрю 3 0 не подходит 1 не подходит 2 тоже не подходит ничего не вышло короче это как бы читерство там вот в принципе там еще есть второй листочек вот если есть листочек до 2 и там есть два доказательства второй может вам больше понравится но там может быть ну можно по-другому доказывать там разделить можно принципе разделить из на 2 с остатком и на альфа с остатком и совместить остатки то что получить но в принципе вот это тоже сойдет короче на не впреду теперь докажем что ну как это главных идеалов о это будет повеселей это выдачу нужно делать нужно доказать что у нас каждый дел главный но мы сейчас понимаете как бы хочется сказать что ты кольцо на почти в видово но не совсем в чем проблема с и в видовость заключается если мы нарисуем на решетку которую я конечно же должен был вам написать на бумажке на нарисовал это выглядит уверенно так вот у вас есть целые точки и где-то здесь есть альфа где она находится но она имеет значит где-то берем отрезок пополам и берем еще корень 19 пополам но корень 19 это чуть больше чем 4 то есть пополам это чуть больше чем 2 то есть если мы возьмем где-то здесь 1 и 2 и возьмем чуть побольше да побольше возьмем вот это будет вот вот это вот . то есть у нас вот есть два вектора такой вот такой у нас получается такие вот треугольнички такая вот сетка и то же самое здесь ну и там дальше что продолжается вот ну и как бы правильный список состоит в том что как бы если одеться . он будет больше один поэтому вас остаток находится не в том как бы в слишком плохом месте чтобы норма была и впитала но давайте этим воспользуем чтобы попробовать доказать то что нам нужно для остатков начну для коллег для для идеалов и так берем пусть x лежит в к неправильно говорю пусть есть какой-то идеалов к берем x который наименьше по модулю который не равен нулю и он минимальный модуль элемент ну мы знаем что у нас как бы нормы открылись и модуль поэтому но по обычному комплектному модулю элемент и мы хотим доказать что их спрождает весь идеал пусть это не так но пусть у нас нашелся такой элемент хитрый элемент а который лежит в идеале и но не лежит в идеале прожженном x заметьте что если я сейчас возьму и построить такую хитрую линейную комбинацию вида az ну давайте этот обе шуки нибудь а q плюс xr ну пусть из киски xs которая будет по модулю меньше чем x то я получил и бент идеала и который помогли меньше чем x но еще не ровно нулю тогда я получил объект деку где-то элементы с к это будет элемент в идеале и у него модуль будет меньше чем x будет противоречие с предупреждением что x минимальный по модулю и тогда вот я получу что противоречия значит у меня такого нет то есть я беру произвольный x беру произвольный а который не делится на x и хочу придумать какую-нибудь линейную комбинацию которая вот как как можно вот как можно меньше сквозь меньше модулем еще проще это разделить на x и написать вот такое равенство что x плюс q плюс с по модулю меньше единицы и так берем число 1 на x она лежит где-то вот где-то вот на плоскости с двигами на элементы решетки я могу задать его любой треугольник например вот в этот ну в принципе давайте для удобства сейчас сделал даже как бы ну конечно могу вот треугольник добрать дальше я сделал следующее я его разделю пополам это вот у меня будет корень с 19 на 4 верхнюю половинку вот сюда запихну то есть у меня элемент любой элемента длит на x он лежит либо вот в этом этот трапец либо в этом треугольнички вот если этот элемент находится слишком близко к дулю то все доказано потому что если у меня элемент попал если у меня получилось так что меньше помудле меньше икс ну как бы иначе я что говорю я беру прозвольная который здесь не лежит я говорю что я вас виду виду сдвинул давайте возьмем асты меньшим модулем который здесь лежит но вот если возьму асты меньшим модулем то он лежит либо здесь либо здесь если я получил что если отчаянно получу что он уже по модулю меньше единица то все в ажуре потому что тогда вот я доказал что нужно но это конечно не получится потому что если внизу единичная окружность то она будет к сожалению не не закрывать весь этот весь этот область потому что иначе бы мы доказать что на евклидова поэтому часто покрупнее нарисуюсь что было видно что происходит давайте разберем два случая а потом еще два случая значит вот у меня вот такая вот трапеция это у меня 0 это один тут у меня значит смотрите это была одна вторая я взял серединку значит средняя линия то есть это 1 4 вот . это значит 1 4 корень 19 ну то есть это альф пополам да а вот эта . это альф просто плюс 1 2 вот и там еще есть какой-то еще нижний треугольник у него вершины такие минус альф пополам и соответственно тоже минус альф полом плюс 1 2 но вот эти две точки спряжены да 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 за action пополам ли фан witness и на 2 но давайте очерчат очевидное в каком случае у нас . находится на состоянии меньше чем единится от единицы ну В принципе, я мог бы побольше не чертись, но мне даже этого хватит Давайте здесь нарисую такую линию Вот здесь берем односторонний треугольник стороной 1 На каком расстоянии это будет находиться от основания? Корень 3 пополам Если я нарисую здесь такую штуку, которая корень 3 пополам То все, что ниже, оно находится на расстоянии меньше чем 1, либо от нуля, либо от единицы Соответственно, здесь, если я нарисую минус корень 3 пополам, то будет то же самое верно То есть для вот этих вот точек Вот для них просто модуль А делит на Х будет меньше единицы И я получу сразу противоречие То есть я должен рассмотреть только точки, которые остались лежать вот тут и вот тут Ну, теперь я сделаю Короче, ход конем Сейчас, значит, я возьму и вместо места А рассмотрю 2А Вот где находится 2А Смотрите Значит, я вот тут очертил вот такую вот трапецию Так, куда у меня попадет 2А Ну, эта точка упала вот сюда Эта точка упала вот сюда Значит, эта точка у меня упала вот сюда То есть я на самом деле попадаю куда-то вот в такую область А если я ее сдвину, то эта область будет находиться где-то вот тут Ну, в общем, упражнение стоит в том, чтобы проверить, что если я возьму 2А И вычту из него альфа То эта штука будет по модулю меньше единицы Потому что утверждение, что либо А на x меньше единицы Либо 2А делить на x минус альфа по модулю меньше единицы Это упражнение, которое можно проверить Но вот нам нужно просто сравнить То есть я беру... То есть, ну что нужно сравнить? Я беру кори из трех упала Умножая его на 2 И сдвигая его сюда И при этом... То есть я беру кори из трех... Два корня из трех упала минус альфа И я должен по модулю получить что-то меньше кори из трех упала То есть это нужно сравнить какой-то кори из трех упала с чем-то И... Чтобы это проверить У меня просто уже время заканчивается Поэтому я так... Немножко ускоряюсь Ну вот... Если мы это проверили, значит... То как бы, да, все доказано Потому что... Либо, значит, у меня... Само по модулю меньше чем x Либо я получил тут по модулю меньше Что-то меньше чем x Да? Правильно? С нижней трех упалачком, наверное, да? Что? С нижней трех упалачком, который там... Да, с нижней трех упалачком точно так же Мы просто берем... Его там удваиваем И сдвигаем вот сюда И получается, что он тоже... Ну там, на самом деле... Там... Ну да... Да, ну то есть... Вы то же самое, да Это можно проверить Правда ли, что я все доказал? Главное... 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 Я понимаю, что, конечно, да То есть, допустим... Допустим, мы это поверили Что либо это верно, либо это верно Верно, что, так сказать, закончено Ну, конечно же, нет Потому что есть один подлый случай Какой? Если что? Если ноль Ну, как бы, если это равно нулю То это не страшно Потому что я взял а не нулевое Но тут могло быть такая подлость случится Что у меня 2а минус x альфа Просто равно нулю И как бы я ничего не получил Потому что у меня Как бы, конечно, поводлю меньше единицы Но тут нужно, чтобы он еще не равен нулю был А эта штука может обратиться в ноль Что-что? Кто? Все лежит в идеале А лежит в идеале, x лежит в идеале Конечно, что лежит в идеале Долежит в идеале Ну, всегда лежит в идеале Что? Почему? Ну, мы получили, что 2 умножить на а лежит в идеале Прожденном x А самой они известны Вот Ну А когда он заканчивается Теперь припинуть? Ну, в общем, это самый мерзкий случай Но как бы тут В чем у плюса стоит? Плюс стоит в том, что Вот это а на x 2 умножить на а на x Оно совпало по мулюлю с альфа Это означает, что на самом деле Я работаю Мне осталось проверить 4 точки Вот это происходит только в следующих случаях Когда я попал вот сюда И в удвоенном попал в альфа Сюда я в удвоенном попал в 2 альфа И вот здесь еще 2 точки Когда я здесь попал Вот здесь попал в удвоенном в минус альфа И вот здесь в удвоенном в альфа сопряженные То есть мне осталось взять 4 точки То есть реально вот это отношение а к x Оно может иметь только вот такие 4 значения И больше никаких значений быть не может то есть ну понятно она их стану равно там либо пола либо плюс один полом либо там вот минус альфа-пополам либо минус альфа-пополам что на 2 ну главное главное нужно быстро сказать чтобы ну и дальше как бы давайте в коем случае рассмотрю но остальные примерно логично рассматриваться ну например пишите вот вы такую штуку что там она x это у нас получилось альфа-пополам мир то есть один плюс конец 19 1 4 ну или альфа-пополам ну я просто сейчас перепишу это равенство через я обращу за минусы прижим на и как это сделать на что это такое будет это у меня дачи не посчитаем но до счастья хочется написать 1 минус конец 19 и я должен серфа что написать здесь 20 20 то есть получается 5 на 1 скорость 19 и но давайте вон по 2 разделе получится 5 вторых на 1 на скорость 19 12 и ну и значит смотрите значит а значит я если я умножу на 1 на скорость 19 пополам и прибавлю 5 2 x то это помогли вот так вот это по модулю у меня равно единиц правильно сейчас неправильно вот нулю по просто 0 логично но это значит что 1 на скорость 20 пополам она а плюс 2 x по модулю равно 1 2 то есть меньше единиц но вот я вот ну хорошо тут верно такое просто в точке вот это верно если она их равно вот этому то вот это на на их равно 5 вторых значит если я отсюда двойку вынесу на минус 2 x то я получила до 2 это помогли меньше единицы то есть я получил другую не на комбинацию то есть у меня одеть на их это вот там вот эта . то я смогу придумать такую линию комбинацию которые все помнят по модулю все равно там меньше единицы на чем я есть в этом идеале найдется элемент который меньше единицы по модулю ну и с остальными точками тоже там на сделать аналогично смеются альфа пополам там будет тут минус написан сальфа плюс 1 2 надо тоже просто сопряженной до множить ну в общем то есть получается следующий трюк что если квотная кольцо губ почти в клидова да то я как бы в половине случаев могу просто использовать обычную норму и сразу получить то что нужно но тут все отличается в два раза и за счет мухляжа с вот этим альфа получается доказать что у меня действительно все идеалы главные но знаешь кольцо главных идеалов на факториальные вот метод реального кольца который не в виду ну все так